Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Агабешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи отметили крещение Господне. Для этого на курорте оборудовали 12 мест во всех районах. Ясли, теплые полы и современный музыкальный зал. В Сочи сегодня открылись сразу два новых детских сада. За воду, за свет и только. В Госдуму внесут законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. В Атлере выбрали нового атамана. Решение было принято на традиционном районном собрании казаков. Гастрономическое изобилие Кубани на международной выставке в Берлине. Производители из Краснодарского края после пятилетнего перерыва вернулись на одну из главных торговых выставок мира – немецкую «Зеленую неделю». Наш регион занял значительную часть российской экспозиции, а возглавил делегацию губернатор. Чем подчевали иностранцы, вы и от чего сдержанные немцы восклицали «это превосходно»? Узнаем из следующего сюжета. Своё возвращение на «Зеленую неделю» Кубань отмечает громко, да так, что казачьи мотивы слышны по всему российскому павильону. На 300 квадратных метрах – всё, чем так славится наш край. От славянских яблок до коневского сыра. К столу подают даже борщ и солянку. К таким ароматным запахам и вкусам немцы не остались равнодушны. Вкусно. 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 После пятилетнего перерыва Краснодарский край вновь приехал на «Зеленую неделю». Выставка, которая в некотором роде считается законодательницей мод в сельском хозяйстве. Санкции 2014 года закрыли путь на неё, но не помешали деловому и экономическому сотрудничеству региона с Германией. Дорогих гостей в экспозиции региона встречает лично глава края Вениамин Кондратьев. Вместо хлеба и соли – бокал вина. Вот оно – хубанское гостеприимство. В разговоре с президентом Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимиром Плотниковым глава Кубани отмечает, мы приехали не только себя показать, но и сделать так, чтобы всё представленное от региона на международной площадке как можно скорее появилось на европейских прилавках. Краснодарский край не только научился выращивать высококачественную продукцию, он научился её перерабатывать, он научился её хранить, он научился её упаковывать, а теперь осталось только её продвигать. И мы должны это делать – продвигать продукцию Краснодарского края, продвигать российскую продукцию качественную, ещё раз подчёркиваю, и доступную по цене европейскому покупателю. Мы сможем сделать так, что она будет максимально занимать полки магазинов, которые сегодня, к сожалению, занимают непонятно где-то и какая продукция, непонятно еще она произведенная продукция. Мы уверены в своей продукции, в ее качестве и в том, что на самом деле она будет востребована, в востребованности, уверены никогда. Кореновская сгущенка, тимошевские консервы и тихорецкая мука – нам есть чем покорить Европу. Свою продукцию на выставке представляет более 30 кубанских сельхозпроизводителей из разных районов края. Что сегодня представляет Красноармейская ряда? Ну, конечно, это производство риса. Риса крупы, который сегодня мы делаем, который сегодня здесь представлено. И, безусловно, мы хотели бы, конечно, чтобы часть нашего большого урожая вышла в том числе и на импорт. И вот такие ярмарки, выставки, они, конечно, славны тем, что мы можем чему-то научиться, что-то посмотреть, с кем-то посоветоваться, наработать контакты для того, чтобы была реализация, где-то улучшить и свои технологии по производству, по хранению продукции. Основная наша отрасль аграрная – это все-таки виноделие, виноградарство. И виноделие сегодня настолько конкурентоспособно, что экспорт уже экспортируется во многие страны. Основные – это Германия, Китай. И сегодня мы хотим действительно доказать на этой ярмарке, что мы не то, что не хуже, а гораздо лучше. Сегодня региональные власти делают ставку на экспорт кубанского вина. На внешних рынках оно становится все более востребованным. Только за прошлый год было экспортировано 22 миллиона декалитров винодельческой продукции. Поставки шли в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья. Разговор о том, как расширить этот список стран, шел уже в переговорный. Мениамин Кондратьев встретился с представителями ритейл-компании винодельческой продукции из Дании, Швейцарии и Германии. Право выбора, какое вино купить, какое лучше, какое хуже должно быть за европейцами, за жителями Германии, Дании. Они должны проголосовать. Но здесь мы все вместе должны дать им возможность это сделать. Мы должны им дать право выбора, приобрения того вина, который они захотят. Мы сегодня готовы к тому, чтобы российское вино поставлять на европейский рынок. Потому что нам не стыдно за сегодняшнее кубанское российское вино. Оно сегодня высокого качества. Это подтверждает многие международные уже конкурсы, дегустации, которые были. И на самом деле это вино очень высокого качества. И очень важно, в чем и наше конкурентное преимущество – соотношение цены и качества в пользу потребителя. И вот здесь это наше конкурентное преимущество, и мы им хотим воспользоваться на европейском рынке. Для этого нам нужно зайти на европейский рынок. И это сегодня стратегическая наша задача. Спасибо вам за такую поддержку виноделия в крае в течение последних лет. Это приятно и важно. В 2001 году никто не мог поверить, что в России могут делать такие вина. Мы всегда верили и верим в потенциал российского краснодарского терруара. Конкуренция на европейском рынке, конечно, высока, но кубанские производители ручаются за качество своей продукции. Тем более, что на международной выставке немцы вдоволь испробовали кубанское вино. Это хороший, качественный российский савиньон Буан. Если честно, я даже удивлен, что такое хорошее вино сделано в России. На площадке выставки говорили о развитии животноводства на Кубани. Сегодня это одна из приоритетных отраслей для края. В этом году государственная поддержка составит более полутора миллиардов рублей. Сумма беспрецедентная. Животноводческие комплексы региона во многом не уступают по своему уровню мировым. Но сегодня есть необходимость наполнить их качественным поголовьем. В этом сможет помочь венгерская компания по поставке племенного скота. Очень важно самим понимать алгоритм приобретения молодняка из-за рубежа. Потому что 5-70% компенсации будет производиться за счет средств краевого бюджета. Для нас принципиально важно не то, что мы предусматриваем субсидии, не то, что мы поддерживаем, а что мы будем иметь в итоге. Результат. И вот сегодня я надеюсь, что мы с вами обсудим, как нам получить результат. В том, чтобы все-таки поголовье, молочное поголовье, просто поголовье михудно-рогатого скота в Штатском крае было высококачественным. Выставка «Зеленая неделя» продлится в Берлине до 26 января. В ее итогах пока говорить рано, но самое главное – на ней Кубань смогла заявить о себе на весь мир. Спортплощадку в Горькую Балку, воду в поселок Заветный. С такими просьбами обратились к президенту России жители Кубани. Сегодня по поручению главы государства с заявителями встретился губернатор Краснодарского края. О проблемах в своих поселениях Вениамину Кондратьеву лично рассказали жители Ленинградского, Староминского, Новопокровского, Темрюкского районов и города Армавир. О перебоях с поставками воды рассказала Наталья Сусличенко. По ее словам, в большей части поселка с населением в 7 тысяч человек с ценным ресурсом возникают трудности. Губернатор отметил, что комфортные условия жизни для людей – приоритетная задача власти. Наш поселок разросся в последнее время. Много многодетных семей, более 2 тысяч домовладений и более 7 тысяч человек проживает. У нас существует проблема с водоснабжением. Особенно в летнее время мы сидим без воды. Вода должна быть там, где на самом деле ее ждут, эту воду. И приоритетность расстановки, в том числе и расходов средств из бюджета, должна идти в сторону комфорта жизни людей. Если в доме тепло, если есть вода, утро пройдет великолепно, и человек пойдет с хорошим настроением на работу. Давайте понимать людей. Надо просто реально жить категориями людей, которые живут в таких условиях. И мы будем понимать, что нужно делать. Мы уже приступили к реконструкции водовода. Поэтому сейчас муниципальное образование проводит конкурс на отбор подряд на организации. Соответственно, до конца года водоснабжение будет нормализовано. Я надеюсь, что проблема в 2023 году закроется раз и навсегда. С проблемами воды и в Тимрюке, и в Ейске, и в Новороссийске, и в Геленджике, и во всех попутных населенных пунктах этой проблеме как минимум лет 30 уже. И все говорят, подождите жителям. Осталось еще чуть-чуть. Не нужно, чтобы эта проблема переходила от дедушки с бабушкой к внукам. Нельзя, невозможно, еще раз подчеркиваю, злоупотреблять терпением народа. После встречи стало известно также о том, что уже в ближайший год будет проведен полный капитальный ремонт в Доме культуры Станицы Голубицкой, а в Станице Канеловской реконструируют парк. Исполнение просьб жителей находится на личном контроле у губернатора. На Кубани новый руководитель управления МЧС. Им стал Олег Волынкин. С временно исполняющим обязанности начальника ведомства сегодня встретился губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев обсудил с Олегом Волынкиным основные задачи, которые стоят перед МЧС в регионе. Особое внимание уделяется борьбе с лесными пожарами. В прошлом году созданы две пожарные части. Еще десять планируют построить в ближайшие четыре года. Край у нас большой, где условно, начиная от лесных пожаров, которые у нас возникают, заканчивая, в том числе, и паводками, проблемами, когда у нас, как говорится, через край иные стихийные бедствия, которые происходят по независимым от нас причинам. То есть мы должны быть готовы и к ликвидации, а самое главное, и к предупреждению подобной ситуации в той части, где мы можем их предупредить. А главное, что мы должны быть всегда готовы очень быстро, крамотно, профессионально оккупировать последствия, на самом деле, той или иной частичной ситуации. С точки зрения пожаров, конечно, мы должны локализовать их на стадии искры. Вот если мы это успеем сделать, то, конечно, мы не допустим возгорания, тем более массового возгорания. На стадии искры, на стадии тления, быстро раз навалились, навалились на проблему будущую, и ее не допустили. Вот сегодня очень важно. Поставлена задача министрам развить достойную нормальную систему антикризисного управления и работать на вопросы предупреждения, то есть недопущения развития чешевчайной ситуации. Дополнительно по линии министерства мы сейчас будем оснащены тремя суперкомпьютерами для просчета всех рисков, которые могут возникать на территории нашего субъекта. Более того, сюда дополнительно еще направляется комплекс аудиовизации, то есть с новыми системами беспилотной авиации. До переезда на Кубань Олег Волынкин три года возглавлял управление МЧС по Хабаровскому краю. В Сочи отметили крещение Господне. Праздник Богоявления – один из главных в христианстве. Традиционно в России верующие в этот день совершают ритуальные омовения. Окунаются в прорубь, реку, море. В Сочи для крещенских купаний оборудовали 12 мест. В Адлере верующие традиционно купаются ночью. На центральном пляже на крещении дежурят спасатели. Место для купания огорожено, дно заранее проверено. Но окунаться никто не торопился. Ждали священника. Согласно Библии, Иисус крестился в водах реки Иордан, и тогда же стало явным его предназначение спасителя. На глазах всех присутствующих на Христа сошел Святой Дух в виде голубя. Об этом и особая молитва для освящения воды. И Дух в виде голубине, Известовавшись в слове все утверждения, Явлися, Христе Боже, И мне проси честь слова тебе. Температура морской воды плюс 10, воздуха еще ниже. Но желающих совершить обряд это не пугает. Вода очень отличная. Стоит очень прийти, искупаться, попробовать. После купания умиротворение. Полное умиротворение. Очищение. Очень рекомендую. Прихожу сюда в этот день священный. Очиститься, чтобы все любили друг друга. Пришел на это священный праздник, получить благодать и смыть с себя все свои грехи. Я вот пришла и каждый год хожу на святой праздник, крещение. И купаемся. Всем здоровья, всем удачи, всем счастья. Согреться после купания верующим помог горячий чай. Для этого на набережной были выставлены несколько больших самоваров. Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 21 января в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью 0,2. Днем 6,8 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 10. В Красной Поляне 21 января переменная облачность, снег. Температура воздуха ночью минус 3, минус 5. Днем плюс 2, плюс 4. Сразу два детских сада открыли сегодня в Сочи. Пристройки к дошкольным учреждениям распахнули свои двери для маленьких жителей двух густонаселенных микрорайонов Макаренко и КСМ. И сегодня новые детские сады осмотрела заместитель мэра Сочи по соцвопросам Полина Деняк. Тему продолжит Ольга Десятого. Три кота, Маша и Медведь, песни и танцы. Сегодня на Макаренко большой праздник для детей и их родителей. На территории 19-го детсада на улице Абрикосовой – торжественное открытие нового корпуса. Новый блок построили в сжатые сроки. Всего за три месяца. Но на качестве это никак не отразилось. Все не просто соответствует стандартам. Внутри красиво и уютно. Работу строителей сегодня оценила вице-мэр Сочи Полина Деняк. Буквально за три месяца вот такую замечательную территорию и все здание. И новые площадки у нас игровые. Сколько всего деток у вас? На сегодняшний момент 478 в основном корпусе. И 80 здесь. Да, уже направления все выданы. Вот будем с вашего разрешения. То есть вы уже сегодня начинаете? Конечно, 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 да. В новом блоке разместятся четыре группы. Садик полностью укомплектован техникой и мебелью. Здесь есть все для развития малышей. Направления уже выписываются. Да, уже мамочки идут, пишут направления в МФЦ. Но у нас, в принципе, все готово. Вы видели, поэтому мы готовы и завтра принять уже первых ребятишек. Маленькие Асия и Амина – подружки, так же, как и их мамы. Сюда ходили старшие дети девушек. Теперь пойдут и малыши. Это огромное счастье на самом деле. И я очень рада, что мы пойдем именно в этот детский сад. Потому что здесь и педагоги все очень хорошие. Поэтому, несомненно, это большая радость. Шикарно. Все нравится, игрушки. Все сделано для детей. Невольно вспоминаешь свое детство и потихоньку завидуешь нашим детям. Хочется тоже очутиться в этой атмосфере. Особым сегодняшний день стал и для молодых мам и пап микрорайона КСМ. Здесь открыли новый корпус на территории 35-го детского сада на улице Труда. Здание рассчитано на 80 мест. Это плюс к существующим здесь 450. Очень довольна, очень приятно, что в нашем районе открылся новый корпус. И деткам будет куда ходить. А то мест не хватало до этого. В новом блоке, так же, как и в корпусе на Макаренко, есть и ясельная группа. Здесь для малышей от полутора лет манеж, пеленальные столики и вот такие кроватки. Есть и музыкальный зал. Сегодня детсадовцы для гостей праздника дали здесь свой первый концерт. Эта пристройка современная, просторная, светлая помещение. Оснащена современной техникой, оборудованием. Здесь теплые полы в групповых группах. То есть такого еще не было. Это очень здорово и хорошо. Оба открывшихся сегодня детсада построены за счет средств муниципального и краевого бюджетов. А уже послезавтра в Сочи откроют еще один детский сад. В Хосте на улице Октября. Его возводили по федеральному нацпроекту. Дошкольное учреждение рассчитано сразу на 280 мест. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Темпы строительства нового детского сада ценил глава Сочи Алексей Копайгородский во время объезда этого микрорайона. А сейчас там завершаются работы по благоустройству прилегающей территории и монтажу игровых комплексов. Еще одно дошкольное учреждение начнут возводить в этом году на улице Ушинского. Мэр осмотрел площадку под детский сад. В свое время там планировали построить ясли, но проект так и не был до конца реализован. В итоге недострой начал разрушаться. Градоначальник поручил в кратчайшие сроки подготовить весь пакет документов для возведения нового объекта. Другой социальный проект, который будет реализован в Хосте в ближайшее время, касается жителей Бараков на улице Шоссейной. Один из домов сгорел два года назад. Другой из-за попадания пиротехники охватило пламя в этот Новый год. Мэрия нашла инвестора, который готов предоставить 16 семьям новое жилье. Алексей Копайгородский потребовал взять этот вопрос на особый контроль и решить его в кратчайшие сроки. Вы должны понимать, что ни одного дня никто не должен затягивать документы. То есть это социальный проект. И здесь нужно максимально, Виктор Петрович, нам всем помогать, чтобы мы четко видели о том, что выполняются все решения, самое главное ориентир на них. И обязательно внимательно посмотрите на те условия, которые предлагает им инвестор. Чтобы там тоже самое было все справедливо, по факту, также безопасно, тепло, уютно и все, что нужно для всех систем жизненнообеспечения. В этот же день глава города провел в Хосте сход граждан. Жители поселка, а их собралось почти 200 человек, интересовала тема газоснабжения отдаленных улиц, а также судьба морского причала, который возвели к Олимпиаде и доступ к которому до сих пор закрыт. Помимо этого, ряд вопросов касался самостроев и долгостроев. По всем заявленным вопросам сочинцы получили ответы. В Госдуму внесут законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ. Сегодня россияне оплачивают от половины процента до двух процентов банковской комиссии. Причем независимо от того, как проводится оплата наличными онлайн или через банкомат. Есть два варианта регулирования этого вопроса, цитирует главу фракции «Единая Россия» Сергея Неверова издание «Известия». Первый – вносить правки в жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант – внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе. Первоначально предлагалось запретить комиссию при уплате штрафов и других обязательных платежей. Однако в связи с тем, что отменили так называемый банковский роуминг, комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка, кредитные компании понесли потери, после чего было решено ограничиться сферой ЖКХ. По словам Неверова, Центробанк поддерживает инициативу. Законопроект об отмене комиссии планирует внести в Госдуму в конце февраля. В Сочи продолжится работа по раздельному сбору отходов. Региональный оператор, пришедший в связи с изменением законодательства на смену спецавтохозяйству, гарантирует не только сохранить, но и развивать раздельный сбор на курорте. Об этом сегодня стало известно на совещании под председательством главы города Алексея Копайгородского. Мэр потребовал от регионального оператора выстроить верную логистику по вывозу отходов, решить проблемы с персоналом и наладить диалог с населением. Мусор должен вывозиться своевременно. И отвечать на звонки горячей линии должны компетентные люди. Самое главное, жители привыкли к порядку. И поэтому, чтобы даже те телефоны, которые мы заявляем в средствах массовой информации для всех жителей, о том, что эти люди отвечают за то, что можно позвонить, и сделать так, чтобы после звонка любого жителя или того, кто обращается к ним, было какое-то решение. Как отметил директор предприятия «Крайжилкомресурс» Валерий Дробот, много вопросов от горожан поступает по поводу раздельного сбора мусора. Эта тема находится под контролем, заверил он. Также мы будем собирать раздельный сбор. Он остается. И со временем парк контейнеров будет сохранен и будет заменен на более лучший. Будем говорить, на новый. Но это направление по раздельному сбору, сбору пластиков, конечно же, остается. Люди, которые, жители, много было звонков с просьбой оставить, конечно же, мы оставляем. Потому что раздельный сбор приходит с годами. И то, что началось в Сочи, это делать, это очень хорошо. Сейчас региональный оператор занимается закупкой спецтехники. Обновление парка необходимо, чтобы справиться со всем объемом работ. При том, что объемы постоянно растут. Сейчас «Крайжилкомресурс» проводит кампанию по заключению договоров с юридическими лицами. Эту работу предприятие планируют завершить в ближайшие два месяца. А до 1 июля в планах у подрядчика строительство мусоросортирующей линии на территории бывшего завода ТСМ. Отходы будут не только сортировать, но и компостировать, что значительно уменьшит объемы вывозимого на полигон мусора. К другим новостям. В Адлере таксист врезался в припаркованную машину. ДТП произошло накануне рядом с микрорайоном Чкалова. Как сообщают очевидцы, машину такси на скорости занесло на обочину. Водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. По сообщениям очевидцев, пострадали два человека. Об их состоянии пока ничего не известно. В Сочи проходит операция «Автобус» на контроле качества пассажирских перевозок. В последнее время на территории города Сочи отметилась устойчивая тенденция к увеличению пассажирооборота. Среди всех видов транспорта, особо востребованным у пассажиров, является автобусный транспорт, на который приходится более половины перевозок. По госавтоинспекции города Сочи с другими заинтересованными службами на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия, направленные на проверку технического состояния транспортных средств, а также путевой документации. Вместе с госавтоинспекторами на дороги вышли специалисты Ространснадзора. При проверке особое внимание уделено соблюдению режима труда и отдыха водителей, а также изменениям в конструкции автобуса без согласования с ГИБДД. Чаще всего водители устанавливают дополнительные сидения, загораживая аварийный выход. За время проверки были выявлены два перевозчика, работающие без лицензии, и еще два водителя ехали без путевок. В трех автобусах обнаружено незаконное переоборудование. Водителям выданы предписания устранить все изменения конструкции. Если перевозчик проигнорирует замечания и не представит машину на проверку в установленный срок, регистрация транспортных средств будет аннулирована. В Адлере выбрали нового атамана. Решение было принято на традиционном районном собрании казаков. Выборный сбор адлерского казачьего общества прошел в районном Доме культуры. Прежний атаман Андрей Лавриненко в связи с переездом был освобожден от должности еще в сентябре. С тех пор его обязанности исполнял сотник Сергей Бабич. Я надеюсь, что новый атаман примет правильно общество. Новый атаман будет решать все вопросы для выполнения задач, которые ставит перед нами атаман кубанского казачьего войска. Ну и самое основное – заботиться о своих казаках, как батька. Он будет думать о них и решать все вопросы. В итоге новым атаманом адлерского районного общества был единогласно выбран Сергей Бабич. Заместитель главы Сочи Константин Чеботарь поздравил его с назначением и выразил надежду на тесное сотрудничество в деле патриотического воспитания молодежи. В Сочи разыграли медали краевых соревнований по стрельбе из лука. Сегодня в Югспорте состоялся финал чемпионата и первенства Краснодарского края. Ко всему прочему, турниры оказались отборочными. Спортсмены боролись за право выступать на чемпионате России. Соревноваться в меткости приехали 40 лучников из Новороссийска, Краснодара, Геленджика. Традиционно в краевом турнире участвуют сочинцы. Соревнования в классическом и блочном луке – как личные, так и командные. Сегодня финал. На чемпионате и первенстве Краснодарского края разыграли и медали, и путевку на чемпионат России, который состоится в первых числах февраля. Все спортсмены имеют одинаковые шансы на победу. Выходя на рубеж, они все находятся в одинаковых условиях. На чемпионате Краснодарского края у нас нет возрастного ограничения. Соответственно, на чемпионате у нас приезжают самые-самые-самые сильнейшие. Это самый главный отборочный старт. Это на чемпионат России отбор идет и на первенство России. Сегодня же озвучили имена победителей и претендентов на участие в чемпионате России. Сильнейшими оказались спортсмены из Новороссийска и Сочи. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й, кнопки и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова